Приветствую вас! Я думаю, что неплохо было бы сначала вообще несколько разобраться бы с этой ситуацией, чем для вас эта ситуация так важна, болезненна, вот. Потому что, если вы любите его, если он любит, как вы говорите вас, то такое или большое значение имеет тот факт, что вы не живете вместе, вот. Такое или большое значение это имеет. Тем не менее, вы говорите, что вас это угнетает, вы говорите, что эта ситуация очень сильно вас угнетает. И я думаю, что нужно разобраться с тем, что для конкретно вас эта ситуация значит. Потому что это, мне кажется, сейчас на данный момент важнее всего. Если вы не очень хорошо, например, понимаете, что с вами происходит, если вы не очень хорошо, например, понимаете, что чувствуете в целом, вот. То у вас могут быть серьезные проблемы в отношениях, к сожалению. Вот. Поэтому я бы начал именно с этого момента, я начал бы именно с этих аспектов, подальше уже несколько подробнее рассматривал эту ситуацию, в том числе и ситуацию, вот, в контексте ваших отношений, да. То есть, что между вами общего, вот, как складывается в целом ваше общение, вот, как в целом складывается ваше взаимодействие, вот, и так далее. Все это вот моменты достаточно важные, конечно, вот. Потому что по большому счету это определит, ну, ваше будущее. Но важно понимать, что до тех пор, пока вы сами себе не отдаете отсчет, что мужчина с этой ситуацией не знает, да, и что вы вкладываете. Вкладываете конкретно, вот, в то, что хотите жить вместе. Вот. Я думаю, что до этих пор вам будет действительно сложно и действительно вам будет тяжеловато находиться, вот, ну, в отношениях. Потому что вы будете, вероятно, чувствовать себя неудовлетворенно. И, как бы, хорошего из этого, ну, на мой взгляд, мало что может получиться. Вот. Вопрос заключается немножко в другом, как мне кажется. Вопрос больше заключается в том, хотите ли вы разбираться в этой ситуации, да. Хотите ли вы, там, ну, допустим, разобраться в себе, да, и так далее. Вот. Если хотите, то с радостью мы вам поможем. Вот. Если вы по своим ощущениям чувствуете нехватку животных или мужчины боитесь потерять или ещё что-то, что-то такое. Ну, по-разному бывает. Сейчас это не так. Не так важно, вот, на самом деле. Важно просто, чтобы вы увидели, вот, моменты, которые вас беспокоят. Чтобы вы это увидели, чтобы вы, ну, относились к этому, а-а-а, серьезно. Вот. Потому что на вас это, так или иначе, влияет. Вот. Решить, что вы будете с этим делать, вам необходимо разобраться в себе. Вот. То, как, например, вы будете реагировать на, вот, то, если он скажет, допустим, продолжать ещё, вот тут вот, я думаю, что вы решите уже сами. Вот. По крайней мере, я на это надеюсь, что вы решите этот момент сами. Вот. Потому что это вам решать, да, это ваша жизнь и, соответственно, никто не может принимать такие решения для вас. Но я в то же время думаю, что это невозможно сделать, потому что вы будете всё равно поступать. Так как, вот, э-э-э, так как, э-э-э, так как хочется, вы, верно будете поступать, э-э-э, так как, э-э-э, вы считаете нужным, и, по большому счёту, это, э-э-э, абсолютно нормально, э-э-э-э, вот, э-э-э, естественно, э-э-э-э, я э-э-э, э-э-э, я считаю, что так, в принципе, должно быть, вот. То есть я считаю, что вы, вот, на самом деле, должны поступать так, как вы считаете нужным, вот, и регроут так, как вы считаете нужным. Потому, э-э-э-э, как-то иначе, вот, как-то по-другому вы, э-э-э, скорее всего не сможете, э-э-э-э, вот, да и не надо это. Не нужно, вот, не нужно, так, ну, как-то иначе. Вот, ну, важно, э-э-э, конечно, вот, э-э-э, ну, постараться, может быть, разобраться, э-э-э, с тем, э-э-э, что конкретно значит ваша реакция, вот. То есть, ну, что она означает ваша реакция? Что именно с вами происходит, когда вы реагируете так? Вот, например, вы боитесь, да, вот чего вы боитесь? Вот. А-а-а, ну, вот боитесь, если я боитесь, я имею ввиду спрашивать. Вот. У, ну, у него. Э-э, еще один момент, момент, э-э-э, как мне кажется, довольно важный заключается в том, что я чувствую некоторую пассивность в вашей, как мне кажется, позиции, вот, в том смысле, что мне кажется, вы достаточно сильно здесь реагируете и считаете, что только молодой человек вас определяет то, собственно, вот, ну будете ли вы жить вместе или нет. Мне кажется, что если вы хотите жить вместе, что вполне естественно и логично, вот, то вам имел бы смысл также какие-то варианты со своей стороны предлагать. Вот, если вы этого не хотите делать или если для вас это, например, неприемлемо или как-то еще выглядит так вот, как вам, ну, к примеру, не хочется допустить, то это уже получается ответственность ваша. То есть мне кажется, что вы здесь себя позиционируете достаточно в беспомощной точке зрения и оснований для этого, для того, чтобы вы их позиционировали себя так. Я, честно говоря, особо не вижу. То есть я не особо понимаю, почему вы так беспомощно себя воспринимаете, почему у меня есть вот такое ощущение, да, что, вот, очень будет беспомощно в этой ситуации и что, как будто бы, вот, полностью зависит от решения вашего молодого человека. Вот, я хотел бы понять, чем это связано. Вот, может это связано как раз с вашими страхами, может быть, это связано еще с чем-то, вот, ну, как бы разобраться с этим, на мой взгляд, на, на мой взгляд, нужно. Вот. Конечно, если вы этого хотите, конечно. Конечно, если вы этого хотите, конечно, если вам это интересно, да, и, как бы, соответственно. Вот. То есть это, ну, безусловно, да, никто, там, доставлять вас не будет, вот, делать то, что вам, к примеру, не нравится и так далее. Вот. Вот. Поэтому, я бы, вот, обратил внимание на эти факты, на эти моменты. Вот. А дальше уже, в принципе, можно будет, можно разбираться более подробно. Вот. Как-то, как-то так, пожалуй, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду благодарен вам за обратных связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. А, желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что все ваши проблемы будут разрешены. Реврешены. Эфф Esther.